просто может кардинально радикально невероятно улучшить жизнь каждого из нас поэтому кому повезло можно уже благодарить всевышнего что вы сегодня на уроке спасибо всевышнему что есть у нас возможность изучать тору и узнавать вот такие вот удивительно уникальные вещи которые мы узнаем сегодня и так так как мы сегодня узнаем невероятную вещь это прям подарок от всевышнего то очень хочется сразу же поблагодарить всевышнего и чтобы сила от нашего урока от от нашей благодарности чтобы она пошла на пленников которые до сих пор находятся заложники в руках у злодеев у садистов у маньяков и чтобы их отпустили прямо сегодня уже два месяца они находятся в страшных условиях плену и чтобы их отпустили до чтобы всевышний их спас значит потому что сегодня мы получили огромный подарок и вот прям такую благодарность можно включить что что ее хватит чтобы вытащить их из вот этих вот страшных застенок где они находятся что мы сегодня узнаем смотрите помните мы вчера говорили о том что задал рэбэ рэбэ мигур гурсти рэбэ задал вопрос говорит если написано что земля израиля приобретается через страдания как же всевышний хотел за три дня привести уже не хотела привел за три дня евреев привел от дарования торы к земле израиля и если бы они не начали ныть без без причина если бы они не начали найти вот когда грех разведчиков боятся сомневаться а мы не зайдем и так далее то они бы зашли в землю израиля а так как они начали ныть бояться сомневаться сказали мы не зайдем то всевышний их на 40 лет повернул в пустыню так он говорит то что 40 лет они потом мы должны были быть в пустыне все умерли в пустыне это понятно как раз земля израиля дается страданиями а непонятно как он собирался их завести за три дня а потому что если земля израиля дается страданиями то а как же за три дня и можно получить и вывод этого был такой что если при за три дня тоже были страдания но если принять страдания с любовью то есть сказать всевышнему я понимаю что все что ты делаешь это для меня и так нужно если принять страдания с любовью то страдания трех дней которые у них бы были все равно это путь дорога там и так далее то этого бы хватило для того, чтобы получить этот подарок землю Израиля, который они иначе не принимаете страдания, а сопротивляясь им, получили за 40 лет. И он выводит такую формулу, автор Равшаламару, что страдания, принятые с любовью, они равноценны в 5000 раз страданиям, которые приняты с сопротивлением. То есть получается, если человек принимает страдания с любовью, то тогда ему достаточно микродозы, как гомеопатия. Знаете, как гомеопаты делают уколы. Гомеопаты делают уколы, они щипают человека, это как будто бы у них называется укол. А это шутка бывает, я пошутил. Гомеопаты, они дают какую-то микродозу лекарства, даже не лекарства, а яда. Обычно они пользуются ядами, которые разбавлены в воде, невероятно сильно разбавлены. И вот эти вот яды, их нет физически в воде почти, но они как бы излечивают, так говорят гомеопаты. Получается, что микрострадания, принятые с любовью, это как гомеопатия, которая излечивает от болезни, которая, если не принимать эти страдания, то в 5000 раз нужна более большая доза. Представляете, страдания. Это то, что мы выучили раньше. Теперь сегодня он задает вопрос. Называется сегодняшняя глава «Мелкие неприятности». Он говорит, теперь нам нужно понять, что называется мелкими неприятностями, которые надо принимать с любовью, чтобы избавиться от больших страданий. Что такое мелкие неприятности? Он приводит это невероятно, интересно и важно. Те, кто сегодня присутствуют на уроке, я вам честно скажу, я считаю, что нам всем дико повезло. Те, кто не присутствуют, значит, у них нет пока заслуги понять вот эту вещь. То есть, мы сегодня узнаем рецепт, как избавиться от всех больших страданий в жизни. Теперь смотрите, что он говорит. Что именно считается страданиями, которые, будучи приняты с любовью, искупают все грехи и даруют нам те три желанных для всех вещи? То есть, помните, в Талмуде, в Талмуде Брахот написано, что три больших подарка дал, когда же в руку Израилю, Бог дал Израилю, и все три дал через страдания. Это землю Израиля, Тору и вечную жизнь. То есть, все это можно получить только через страдания. Теперь, но если ты получаешь маленькие страдания с любовью, это равноценно большим страданиям с сопротивлением и без любви. Ильин задает вопрос, а что именно маленькие эти страдания, сколько это? И говорит, интересно, что Талмуд в другом трактате, Арахим, если вы учили трактат Арахим, то вы знаете, что на странице 16, лист 16, вторая часть, написано именно этот вопрос. Где край страдания? Что такое микродоза вот этих страданий? Где страдания, микродоза? И, значит, Ража там объясняет, край страдания это конец меры страдания. То есть, страдания, меньше которых не бывает. То есть, нам нужно найти вот эту микродозу гомеопатического страдания, чтобы ее, принимая с любовью, избавиться от всех больших страданий и получить от Всевышнего все дары, все подарки. Какие самые малые страдания бывают в мире? Талмуд отвечает, сказал Раби Элязар, если человеку соткали одежду, а она ему не подходит, это уже микрострадание. То есть, ему пошили костюм, он не подходит по размеру, вот это уже страдание, микрострадание. И, в соответствии с тем, что мы уже выучили, говорит Рав Шаламаруш, если человек примет такую неприятность, как плохо сидящий костюм с любовью, это искупит все его грехи и ему не придется испытывать более тяжкие мучения. Представляете, такой он нам дает прям лайфхак. Значит, получается, если человек, у которого есть вера в частное предопределение, приходит к портному, тот ему дает костюм, который сшит и не по мерке, то такой человек, который верит в частное предопределение, он ему должен сказать, ты прекрасный портной, ты сшил мне замечательную одежду. Честный портной может пробурчать, ну, вышло не так уже хорошо, он же не по мерке. Но покупатель скажет, ты сделал все, что в твоих силах, просто у Творца есть ко мне какой-то счет. И он, Бог, хочет, чтобы я искупил свои грехи, поэтому костюм и вышел неудачным. Слава Богу, спасибо Всевышнему. С любовью я принимаю эти страдания, значит, костюм, значит, он неудачный, он реально это страдание, но я принимаю с любовью. Это и называется принять страдания с верой, так хочет Всевышний и с любовью, радоваться страданиям. Именно это искупает все грехи человека, говорит он. Именно это помогает обрести сосуды для принятия духовных даров, необходимых человеку. Но, говорит он, ну, а теперь давайте внимание, посмотрим, как обычно происходит в жизни. Как будет вести себя человек, верящий во Всевышнего, но отрицающий частное предопределение? Он не только не примет неприятности с любовью, но рассердится на Портновой и будет ругать его. Кто тебя ремеслу учил? Я не буду тебе платить. И он скажет, я прав, он мне сделал плохой костюм. Я чего я должен ему платить? По букве закона он абсолютно прав. Но что? Тогда своим гневом и руганью он совершает массу прегрешений. И, разумеется, эти неприятности не способны ничего изменить. Он лишь добавляет себе грехов. А грехи в сфере отношений между людьми не будут искуплены или прощены, пока он не примирится с обиженным. Ведь о этих делах раскаяния особенно трудно. Он опозорил Портнова публично. Он сказал на него лошонара. Всем рассказал, это ж правда. Он что-то за Портной такой, он без руки. Он лишил его заработка. Портнова, он подал на него в суд. Он, значит, в суде, значит, пошло-поехало. Как он уже признает, что он где-то был неправ? Хотя он же прав, где он неправ? Костюм плохо пошит, это страдание. Но что он выиграл от этого непринятия? Это абсолютно естественное, нормальное, автоматическое поведение человека. Начать возмущаться, начать воевать, начать судиться, сказать лошонара или сплетни на этого Портнова и так далее. В итоге, он, костюм так и остался плохо пошитым. Портной ему так и не заплатил. У него нет денег, он лишился работы. Теперь, после того, как он лишился работы, он его проклял. Портной тоже оказался не слишком большой цадик. Он его проклял этого, которому он костюм пошил, на все поколения сказал, чтобы и тебе, и там, и твои... Ну, то есть, он тоже небольшой цадик, да? Его лишили работы, он остался без ничего, от него ушла жена. Он из-за этого костюма, который... Да, он плохо его пошил, факт. То есть, мы отталкиваемся от факта все, что костюм был пошит плохо. Просто дальше, тот, который не принял эту неприятность с любовью, заказчик костюма, получил в пять тысяч раз больше страданий. Тот, который пошил костюм плохо, он... Ну, мы не знаем сейчас, мы сейчас не смотрим на эту историю. Мы смотрим на варианты поведения человека, в книге разбираются. Или он принял с любовью, сказал, это частное проведение, у Всевышнего ко мне счет. Я принимаю это с любовью. Да, это страдания, да, я потерял там какие-то деньги, да, костюм плохой. Но Всевышнего, Всевышнего, значит, были на меня такие планы. Понятно, да? Вот такой вот он описывает нам случай. Приводит второй случай. В Талмуде, на этом же Талмуде никогда не останавливается на одном мнении. В Талмуде второй мудрец Рава говорит, что действительно, шиты не по меркам костюм, это небольшая беда. Но есть еще и более мелкие неприятности. Например, если собирались налить ему горячую воду, а налили холодную. Или собирались налить холодную, а налили горячую. Это уже называется страданиями. Теперь надо понимать, что во времена Талмуда вино разбавляли водой. И вот он приводит пример. Были люди, любившие, чтобы им в вино добавляли теплую воду, другие предпочитали холодную. И Рава говорит, что если перепутали, то это уже страдания. Это вот та вот микро... Они сейчас обсуждают, где микрограница гомеопатическое страдание. Он говорит, это уже страдания. И если ты их примешь с любовью, ты искупаешь все грехи. Теперь он опять приводит пример. Он говорит, вот человек современный приходит в кафе, в ресторан. И у него нет веры в частное предопределение, что Всевышний всем управляет. Ему приносит... Официант приносит горячий напиток, а он приносит его холодным. Он заказал холодный, ему приносят теплый. И у него нет веры в частное предопределение. Что он будет делать? Он будет злиться на официанта, будет ругать его. Что ты мне принес? Ты что, дурак, идиот? Пойди уши прочистить. Так он ругается. И тем самым воздвигает на себя новые горы грехов. Написано, мы учили в другом месте в Талмуде, в Перте, вот написано это, да? Что... Тот, кто заставляет человека бледнеть публично. Нет у него доли в грядущем мире у такого, кто его позорит публично. И даже если у него есть в Тора и добрые дела, и он весь заполнен заповедями, нет у него доли в грядущем мире за то, что он позорит человека публично. Теперь получается так. Что он пострадал? Это страдание. Как он мог его принять? Всевышний, спасибо тебе с любовью, что ты мне... Вот дал ты мне страдания вообще. Реально, ну я хотел чая горячего, принесли холодный. Хотел холодное, принесли горячее. Спасибо, искупил я сейчас все свои грехи. Ты вообще... Ну, прям ты обо мне заботишься. Вот ты прям мне даешь такие страдания, что я их прям принимаю с любовью. Спасибо тебе, официанту. Спасибо тебе, что ты мне дал вот эту гомеопатию страдательную. И я... Все. Это же так приятно. Дальше Талмуд приводит другое мнение еще. Он говорит, есть еще более мелкие страдания. Например, у человека вывернулся халат наизнанку. Значит, повесил, снял вещи, халат вывернулся наизнанку. Это уже страдания. И если человек примет их с любовью, его грехи будут искуплены. Например, человек надевает халат и так далее. Тот, кто не верит... Опять он приводит пример двух типов реакций. Тот, кто верит, что есть частное предопределение. Он говорит, Всевышний, спасибо тебе, что ты мне послал эти страдания. Я их принимаю с любовью. Мне достаточно отстрадался уже все. Уже одежда не так. И то не так. Спасибо тебе вообще, что ты меня таким страданиям... Просто ты меня этой гомеопатией закормил. Спасибо тебе. Я понимаю, что у меня-то я тоже человек грешный. Наверное, где-то там не так сделал. Тут не так сделал. Но ты спасибо тебе, что ты меня так прямо вообще просто спасаешь. Теперь, как реагирует человек, который не верит в частное предопределение? Он даже вполне религиозный. Соблюдает все заповеди. Что он будет делать? Он будет раздражаться на самого себя. И будет брюжать. Вот что за невнимательный. Что за халат вы. Теперь придется его снимать, выворачивать, снова надевать. Он винит себя за глупости, за рассеянность, злится. Какой неудачный день. Сердится на Всевышнего. И тогда он не только не искупает свои грехи этим халатом. А теряет огромную заслугу за выдержанные испытания. И добавляет к своим грехам новые. А это нормальная реакция. Но, представляете, человек начинает на себя ругаться. Все. Жуть. Человек, верячи в частное предопределение, примет это с любовью и верой. И благодаря столь незначительной неприятности, искупит все свои грехи и обретет сосуды для принятия духовных даров. Есть еще более мелкое. В итоге они дошли до того, что самая мелкая неприятность, это когда ты засовываешь руку в карман, чтобы вынуть три монеты, а попались только две. И это уже считается в Талмуде страданием. Теперь опять. Не верящий в частное предопределение, человек, которому нужно еще раз лезть в карман за монетой, не поймет, что Всевышний хотел причинить ему неприятность, и поэтому не удостоился искупления грехов. Понятно, да? Дальше следующая его глава называется «Обращайте внимание на мелкие детали». Сказанное в Талмуде можно распространить на различные неприятности и мелочи. Когда у нас что-то не выходит в повседневной жизни. Например, ты раскрываешь книгу не на том месте, или даже долго не можешь найти нужную тебе страницу. Ты долго ищешь какую-то деталь одежды, вроде парного носка, или вдруг пропали тапочки. Каждая неприятная вещь, если с любовью благодарить за нее Творца, принимая ее с верой, что это не случайно, и так хочет Всевышний, способна искупить все грехи человека. Представляете? Вообще это лайфхак. Кто нас сегодня слышит? 75, 70 и 40. Это 200 человек нас слышат. Нам всем повезло, реально повезло. И давайте сейчас неделю тренируемся, неделю тренируемся, проверяем технологию. За все благодарим Всевышнего, за каждую неприятность с любовью воспринимаем. Да? Все. Значит, благодаря этим мельчайшим учениям, он может получить все, о чем говорили мудрецы. Тору, грядущий мир, землю Израиля. Поскольку все мелочи он считает посланными Всевышним страданиями, и принимает их с любовью в соответствии с принципом, сформулированным автором книги Свата Мед. А принцип какой? Что в 5000 раз, в 5000 раз, вот если сравнивать, вот страдания, маленькие, принятые с любовью, если ты их не принял с любовью, а принял их наоборот с сопротивлением, то ты увеличиваешь дозу страданий, которая на тебя наваливается, в 5000 раз. То есть получается, если ты принимаешь маленькие страдания с любовью, ты себя спасаешь от 5000 раз больше страданий. Вообще, представляете, это просто уникальная вещь. Следует обратить внимание, речь идет не о том, чтобы принимать мелкие неприятности с терпением. Такое бывает. Есть терпеливые люди, которые не раздражаются по пустякам, но это не искупает их грехи. Просто терпеливые, они терпилы. Они терпят и терпят, они маленькие неприятности терпят. Они, может быть, на себя не наваливают кучи новых неприятностей, если они терпят маленькие, но не искупают свои грехи. Напротив, следует сосредоточиться на том, что все получающееся не так, как должно было, по вашему мнению, это страдания. И такова воля Всевышнего. И нужно принять их с любовью и верой. Я думаю, что это сверхпрактичный инструмент, который реально соединяется с Всевышним постоянно, потому что у нас постоянно есть какие-то неприятные ощущения, переживания. То есть это вот та гомеопатия, которая лечит, которая реально лечит. И когда ты, пойми хорошенько, он выделяет это крупными буквами, пойми хорошенько и помни это, заруби себе на носу, прям завяжите узелками, зарубите себе на носу, если ты не будешь принимать с любовью мелкие неприятности, тебе придется страдать во много раз, может быть в пять тысяч раз больше. Избави Бог от этого, да? Поэтому следует хорошо изучить эту главу, научиться принимать мелкие ежедневные нюрядицы с любовью и верой, и тогда тебя ждет рай в этой и в грядущей жизни. Если посмотреть на вещи правильно, ты увидишь, как легко принять мелкие страдания, и как это прекрасно, что благодаря таким страданиям можно удостоиться мира грядущего, обрести Тору и унаследовать землю Израиля. Это я считаю, что это настолько ценное знание, которое может принести реально невероятные улучшения в жизни каждого из нас, что мне даже не хочется переходить к 57-му уроку в книжке Рамзеля Гааплистина, чтобы не смазать это впечатление, которое есть. Хотелось бы, чтобы вы сейчас для себя записали какую-то заметочку, как этим пользоваться. Написали в комментариях, поделились этим уроком со всеми своими друзьями-знакомыми, которым вы хотите добра. Если вы сейчас не можете найти ручку, вот сейчас самое время поблагодарить Всевышнего за это страдание. Сказать, спасибо Всевышнее, что я не могу ручку найти, что кнопочку не могу найти, а чти не на месте. Спасибо Всевышнему, что я, значит, телефон уронил. Но это уже серьезная неприятность. Не надо сразу на большие идти. Давайте по легким пройдемся. У меня нога чешется. Спасибо Всевышнему, нога у меня чешется. Уже прям спасибо за это страдание вообще. Эта нога чешется и чешется. И так далее. То есть это как раз самый большой способ, так как таких мелких страданий много, действительно искупить все грехи, присоединиться ко Всевышнему во всех аспектах своей жизни. И мне кажется, что это будет такой сейчас прорыв, такой прорывной момент. Да, Неля Левиш. У нас есть Светлана Черевани. Все, Вера Донец-Розенталь. Вера Донец-Розенталь. Я думаю, что у Веры нет страданий, наверное, вообще. Хорошо, друзья. Конечно, есть вот эти мелкие страдания, есть у всех. И не надо их превращать в крупные. Потому что действительно бывает, что мелкие страдания превращаются в очень крупные страдания. И превращаются они, вот я знаю просто по многим случаям в своей жизни, когда какая-то мелкая вещь доставляет страдания, мелочь какая-то. И ты за мелочь цепляешься, слово за слово, потом пошло-поехало, конфликт, скандал, суд, развод. Да, большинство же разводов, они начинаются с того, что кому-то не понравилось, как ты на меня посмотрел, я ответил, он ответил, я ответил, он ответил, все. После этого суды, разводы, там домашнее насилие, значит, и все. А все начинается с того, что люди не готовы принимать мелкие страдания с любовью, но при этом готовы превратить мелкие страдания в крупные. Да. Хорошо, ладно, но мы так как идем по плану, идем по плану, то 57-й урок, 57-й урок такой, значит, называется это Humility and Arrogance. Значит, Humility and Arrogance, это на английском языке называется, Humility, это смирение, а Arrogance, это высокомерие. Arrogance, это легко запомнить слово, рогатые, да, высокомерные, они такие, как рогатые, такие, а Humility, это Human, это как человечные, да, то есть люди смиренные, скромные, они человечные, а Arrogance, они высокомерные, они рогатые. И говорит нам Равзелек Плистин, что an arrogant person, вот высокомерному человеку всегда будет не хватать благодарности. Нужно очень иметь смирение, скромность, для того, чтобы быть открытым к признанию участия других людей в твоей жизни, в твоем успехе, в твоем благополучии. То есть, высокомерный человек, он все присваивает к себе, ему важно, он сам себя высоко мерит, ему важно, чтобы другие тоже его высоко мерили. Это очень, кстати, больно быть высокомерным, потому что тебя другие всегда недооценивают, ты все время как бы во внутреннем конфликте таком, что я такой высокомерный, а другие меня недооценивают, что за такая проблема? А когда у тебя есть Humility, смирение, то тебе, ты все время довольный, ты благодарный, ты думаешь, какие люди как меня ценят. Это есть известная история, как один, я рассказывал уже, но еще раз расскажу, может, кто-то не помнит, как один скромный человек приходит домой вечером, к жене говорит, здравствуй, дорогая жена, спасибо, что ты вообще есть, спасибо, что ты дома, спасибо, что ты мне приготовила ужин, спасибо, что ты так прекрасно сегодня, значит, провела день, там, не знаю. Ну, в общем, он ей сказал все за все спасибо, он же скромный, и говорит, а он довольный такой, жена говорит, а что ты такой радостный сегодня, да, ты и так радостный всегда, а сегодня ты просто удивительно зашел радостный, почему? Он говорит, ты знаешь, вот говорят, что новые русские, они такие высокомерные, и такие они вот наглые, а мне такой сегодня попался, говорит, вот я лично, у меня был контакт с одним таким новым русским, значит, он такой вежливый, он ко мне на вы представь и по фамилии, знает меня по фамилии, на вы обратился, жена говорит, в смысле, откуда он тебя знает по фамилии и на вы? Он говорит, ну, я дорогу перехожу, прямо тут передо мной затормозил такой мерседес огромный такой, да, из него высовывается этот новый русский и говорит, для вас, козлов, переходы сделаны. Откуда он знал, что моя фамилия Козлов? Он говорит, для вас, козлов, переходы сделаны. Понятно, да, идея? То есть, человек, который не высокомерный, он даже не мог подумать, что его кто-то, ну, там, оскорбил. Он, наоборот, все, что к нему, с уважением, со всеми делами. И он спокойно. Теперь в другой истории, в другой истории, там есть история, когда он пришел домой плачущий, очень сильно плачущий. И жена спрашивает, что ты плачешь такой? Плачущий, побитый. Он говорит, в другой истории, да он уже уезжал, говорит, уже уезжал. И я вижу, лом на земле лежит. И я ему кричу, эй, козел, иди сюда, возвращайся. Он возвращается, я поднимаю этот лом, хотел поднять, а он к земле примерз. Зачем я его позвал, говорит, вот зачем я его позвал? Да, зачем я его позвал обратно? То есть мы видим, что здесь вот эти вот моменты, высокомерие и смирение, они человеку дают, как сказал царь Соломон, мудревший из людей, он сказал Мишлей, он говорит, Лифней Шевер Гаон, перед крушением Вознесения, и перед Тишалоном, да, перед спотыканием, Гасут Руах, когда человек, он становится высокомерный, он обязательно споткнется. А перед крушением Вознесения, то есть человек, который, который прям все уже, я помню самый яркий пример, когда кричал, это Дерасимов, там эти, ну то есть, когда человек становится такой высокомерный, поднимается на самую вершину, это как раз перед тем, как он сейчас сломается. Это всегда было со всеми. В общем, здесь он приводит дальше, что высокомерные люди, они все время хотят дать другим впечатление, что это они самые яркие, самые талантливые, самые умные, самые креативные и так далее. И они не могут благодарить других, потому что они боятся, что люди подумают, что это другие люди были участниками их успеха. Поэтому обычно arrogant person, они неблагодарные, высокомерные люди неблагодарные. И поэтому он говорит здесь такую вещь, что получается, короче он говорит в конце, иншорт, upgrading your level of gratitude, то есть, поднимая, увеличивая свой уровень благодарности, мы также здесь работаем и развиваем свою скромность и свою скромность и смирение. То есть, мы работаем над своим характером. Чем больше ты благодаришь других людей, признаешь их участие, роль в твоей жизни. Чем больше ты благодаришь Всевышнего, тем меньше у тебя в этот момент вот этого раздутого эго и раздутого вот этого вот высокомерия, которая является причиной обычно того, что люди ломаются и получают много неприятностей в жизни, в жизни, в работе, в бизнесе. Хорошо, дорогие друзья. Все. Всем Ханука Саме, чтобы была веселая, веселейшая Ханука. Чтобы был Шаббат Шалом. Чтобы в заслугу того, что мы принимаем все мелкие неприятности и с любовью вернулись люди, которые действительно страдают в плену. Чтобы закончилась война и в Украине, и в Израиле. Чтобы закончились войны. Чтобы люди были счастливы, радостны, благодарны. Чтобы не было вот этого зла, которое больны. Все люди, которые злодеи, они больны. Они наполнены внутри болью. Им плохо. И они делают еще больше зла, еще больше зла. Чтобы каким-то образом они или исчезли, если они уже злодеи такие конченые, что нет у них исправления, чтобы они перестали. Хотя написано в Мишле, в притчах, написано, что злодей приготовлен Всевышним для дня расплаты. То есть, получается, что если мы хорошие, добрые люди, мы не принимаем мелкие страдания с любовью, то Всевышний накапливается вот эти вот конфликтные все ситуации. И злодей приготовлен, прям говорит царь Саамон, и также злодей приготовлен для дня расплаты. То есть, вот эти вот злодеи, они как орудие, которое приходит, приходит орудие наказания, можно сказать, да. Поэтому, поэтому, все зависит от нас, от того, насколько мы будем вырабатывать много добра. И я считаю, что мы можем. 200 человек могут вырабатывать такое количество добра, чтобы спасти весь мир. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом, встречаемся с Божьей помощью в воскресенье. Счастливо. И продолжаем, кстати, зайдите ко мне в Инстаграм на страницу личную. Сегодня четвертый будет шаг, 10 шагов к счастью. Сегодня будет четвертый шаг из 10 шагов к счастью. Четвертый шаг называется комплименты. Как идти на опережение, проактивно, не просто благодарить людей за добро, а идти вперед и признавать их ценность в виде комплимента. Это очень тоже важная вещь. Сегодня будет как раз об этом урок в Инстаграме. КОНЕЦ КОНЕЦ